дорогие друзья рад всех приветствовать на канале фигин лайф вверх 19 января время 22 часа две минуты и в 23 часа две минуты в москве этот день уже 330 с алексей морисович алексей рады тебя видеть добрый вечер нас уже почти 100 тысяч человек смотрят и 21000 поставили лайки как обычно как и всегда пожалуйста ссылки на этот эфир размещать и сразу же своих аккаунта социальностях группах ставьте лайки поможет нам попадать рекомендованно конечно подписывайтесь на канал фигин лайф и на канал алексей арестович в описании к этому видео там у него не хватает немного до 1 миллиона 700 тысяч так что найдите возможность мои зрители и другие подписки подписаться и там ну что же мы начнем тогда наш эфир главной новости которая в общем существенно определить мне кажется на какой-то вот прям обозримый период и главная новость это речь идет о поставку оружия дискуссия который в этого ведется но так она выглядит и в давосе и вот с переходом на завтрашний рамштейн что похоже что что-то они решили но мучительно окончательно согласовывает последние уже детали какие-то и заявление шольца и вопрос ему задние он от него уклонился потом сказано было что ждем абрамсов от соединенных штатов но вот так тебе слово что ты вообще об этом думаешь я думаю что запад наконец-то прорвало то есть последнее сомнение голосование буддестага и так далее конечно острова какие-то остаются безопасности для кремля но во первых и немцы очень сильно вкладывать не знаю не знаю можно гадать по каким причинам они хотят быть первыми кто поставит танки поставить все остальные поэтому как бы там они уже успели сказать что мы будем вторыми в той или иной форме поляки вон вообще их поставили специфическую ситуацию польского руководства что если вы не поставите мы поставим машина такая история сильно болезненно для самолюбия немецкого будет в любом случае как мне кажется но то что происходит это что успели назвать таллинской декларации когда страны балтии британия и там многие другие сегодня заявили о беспрецедентной по масштабам помощи просто бицит великая британия 100 Великобритания Эстония Латвия Литва Польша Дания Нидерланды Словакия Чехия это все анонсы того прорыва который ожидается завтра на Ромштайне мы видим даже по реакции российского руководства насколько болезненно они это все восприняли да вы Костя выведет картинку мы можем посмотреть попало в открытые источники то что анонсируем вот она бесит уже да уважаемые зрители могу озвучить слух это просто вот приятно 14 танков Челленджер 2 600 ракет Бримстон 30 150 миллиметровых самоходных гаубиц АС-90 это очень много это сразу десятая часть наверное того что за все время поставлен но это же не все 200 БМП БТР 200 броневых автомобилей Сенатор батарея ПВО на Самс Канада Польша 14 танков Леопард 2 скорее всего модификация А4 это очень высокая модификация крайне это А6 насколько я помню да то есть это 100 БМП Брэдли 100 гусеничных БТР 113 18 155 миллиметровых САУ М109 А6 это глубокая модернизация М109 хорошо известный плюс еще 18 то есть считай даже просто САУ считаем уже 48 250 бронеавтомобилей М1117 это очень хорошая машина 138 внедорожником Хамби 100 колесный БТР Страйкер впервые дают Страйкеры это уникальная машина целое семейство 100 это бригада фактически бригадный комплект то есть там вся бригада на Страйкерах и медицина и командные штабные машины и машины ПВО и машины огневой поддержки машины для перевозки пехоты это все набор Страйкера я так понимаю что раз 100 дают можно предположить неизвестно точно но можно предположить что это бригадный комплект но сразу бригада на Страйкерах появляется боеприпасы GDLSSDB о них можно поговорить отдельно это запускается с любой установки типа Химарс или типа ММ-270 ее клонов уникальный боеприпас 220 тысяч его было произведено 10 тысяч использована совместно Боинг и СААП шведский обладает множеством достоинств в частности он за дальность его 150 километров заявлено и он попадает на таком расстоянии в движущейся цели настолько он точно там в рекламном проспекте говорят метр ну не знаю метр ли но в движущих целях он попадал и на полигонах и говорят специалисты которые конкретно знают о тему этих боеприпасов чтобы в их условиях попадали ну можно себе представить это это где-то до за джанкой достает даже принышное начертание войска или в глубину Луганской Донецкой области но как бы настроение добавит это два раза дальше чем Химарс более того он обладает очень интересной способностью у него полуактивная головка наведения лазерная насколько я помню когда приходит цель выходит из контейнера фактически это маленький управляемый боеприпас он пролетев над целью умеет вернуться возвращаться уникальная способность у него то есть это очень сильная история 36 105 105 миллиметровый гаубис 48 плюс 36 сколько хотя калибр разный но тем не менее 1 батарея ПВО ПРО ПЭТРИОТ голландцы выглядят 6 батарей ПВО НАСАМС еще 6 батарей еще 18 РСЗО Химарс тут 25 шухер наводили до небес да поменяли правила ведения войны и тут сразу сразу ну половина от этого добавляется 40 колесных танков АМХ 10 РС это французский РС бронеавтомобили Бастион Франция одна батарея ПВО САМПТ ТИ Франция Италия несколько 155 миллиметровых колесных САУ Цезарь 440 Мардер БМП Мардер одна батарея ПВО ПРО ПТРИОТ еще одна батарея 3 батарея ПВО АРСТ и 3 специфических АРЛС для их использования 2 АРЛС еще дополнительно 16 150 миллиметровых колесных САУ Цезарь 2 очень хороший на секундочку внимание Соединенные Штаты флаг маленький не вижу по-моему Словакия Чехия дают или Голландия Чехия дают плохое разрешение 120 танков Т-72 или Хорватия Хорватия ну короче флаг очень похож да Т-72М Чехия Чехия один флаг Чехия Соединенные Штаты и первый флаг по-моему я разбирал настолько размыто что трудно сказать ну хорошо да не важно кто дают одна батарея ПВО ПРО ПТРИОТ то есть третья батарея уже 50 БМП СВ-90 это шведы 12 150 миллиметровых колесных САУ Арчер это очень хорошая гаубица которая стреляет разворачивается для боевых действий для выстрела за считанные секунды стреляет колес на быстро уход с места для контр-батарейной борьбы идеально до этого так работали французские Цезарь и отзывы о них самые превосходные и Цезарь что же дает 26-30 152 миллиметровых колесных САУ ДАНА ДАНА от Сузана отличается тем что Сузана на натовском калибре А ДАНА на советском 152 но в Азербайджанно-армянском конфликте они показали себя более чем прекрасно 10 155 миллиметровых гаубиц еще и 10 122 миллиметровых советских гаубиц Д-30 это Эстония дает ну я в страшном сне не мог предположить такого золотого дождя сразу скажу ананас как бы да из оружия даже стального такого просыпавшийся ананас и это для меня показывает что первая угроза воспринята всерьез во-вторых пословица долго забрягает а потом быстро едут это не столько про или не только про русских но и про запад тоже очень долго 11 месяцев раскручивался маховик военных поставка в него запад системно планово инвестировал 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 и вот по-настоящему первые результаты только сейчас потому что это вот даже не выход на проектную мощность еще это первые звоночки выхода на проектную мощность настоящая проектная мощность будет поинтереснее покруче ну и понятно что запад трезво оценивает обстановку понимаешь сейчас готовится оценки что это решающая фаза войны прозвучали не раз а не два и до оси и на уровне столтенберг главы нато за эти два суток и готовится к решающему наступлению российской федерации она подается как решающие ну и понятно что при таком количестве и качестве вооружений дело идет и подготовки контрнаступления после отбития этого наступления очень серьезный пакет очень по скромным прикидкам но этим можно вооружить так до зубов даже если только в бригадах считать а там не все вооружение бригадного уровня там и постарше есть надо бригад 5 полноценно 5 бригада это сколько получается это дважды 20000 2 армейский корпус ну вот смотри на пароль саде хватит но почти два но тоже не последние поставки нету понятно это понятно так вот мы и пытаемся понять все-таки какой ты видишь основной причин или же они вот окончательно полетели то есть всегда спор был они хотят чтобы не проиграла украина или они хотят сейчас пройдем по по учению аристотеля причинность 4 вида причин целевая материальная формальная идея деятельность целевая причина они должны предположим предположим предполагается в их замыслом что силы обороны украины оставляют останавливать российское наступление какую бы форму она предпринял и переходят контратаку они сразу заряжают на это и на то контрнаступление контратак это невероятные материальная причина не вышли просто на проектные мощности выходят на реальные возможности никогда понимая что они у них промышленности сейчас пошла работать и планово выходит на такие показатели что они могут пожертвовать частью своих материализ개를 закончим только часть свежепроизведенный они понимают что когда они поставят утром и их промышленность возместить его обозримой сроке которые кажется себе и все просто обновят свои вооруженные силы новыми образцами давно помогут нам и формальная причина это план стратегический который существует заключается военном поражении российской федерации сегодня об этом сказал даже шольц насколько сегодня легче что задача пора победить раун вчера вечером сказал на вдовольсе это да 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 это не только он произнес из там действенное но понятно что действует соответствующие механизмы которых которые были имплементированы созданы и рамштайн далеко не только один из них кстати могу перечислить только штатовский формат хотите послушать да вот смотрите в штатах действует президент шоу для драудовым ассориты президентским полномочиям быстрой поставки из имеющиеся ресурсы это то что в основном шло до сих пор юсай это инициатива содействия безопасности украины это в основном долгосрочная по заказу промышленности на изготовление и потом поставляем помните эти сообщения осенью когда пентагон встречался с представителем 1300 фирм за кисту это в основном это финансирование иностранных вооруженных сил для создания долгосрочного потенциала и поддержки модернизации весу это не только на войну в принципе про перевод весу на натовские образцы длинная история и да это с дефенс articles избыточное вооружение передается которое сочтено американскими военно-промышленными военно-политическим руководством сочтено излишне аймет это финансирование международного военного образования и обучения в том числе это обучение нашим персоналом включая просто обучение обучение конкретно боевые специальности на конкретные виды техники и tpt это third party transfers с участием третьей стороны это когда закупаются в других странах и поставляются нам это только инициативы которые действуют только соединенных штатах и есть страны в которых тоже не одна и не три инициативы разные трастовые фонды нато работают и так далее это все работает на на нас и машина на общую победу украины и запада и машина закручивается закручивается потихоньку конечно большой день я все ожидал но такого масштаба не жил у меня есть большое подозрение что это далеко не все что-то то что попало в открытую печать специально да и историческая реакция медведева который сразу нарушил уголовный кодекс российской федерации очень показал войну назвал войну и должен быть подвергнут своему примерному наказанию и бедный песков вышел и что заявил ну это угроза ядерным оружием это же вы понимаете там просто слегка перегнули палку ничего такого но медведев впервые допустил возможность поражения свои слова он обговаривает гапливает поражение значит эта мысль давно и прочно утвердилась головах любимых руководителей российской федерации а кроме того фото любимых кавычки кавычках кроме того вот это фото которое ты выдавая раздавая знают хотела показать ты имеешь это мне здание вдоль и поперек там по фрунинской набережной гуляют вдоль набережной люди поэтому это не какая-то это прям фасадная часть выходит да вот это конечно всякое мы видели вот смотри как это видеть то есть они готовятся именно в связи с тем что они но уже видимо знали что к этому все идет и они разместили не только на здание минобороны такие установки и в других местах то есть они реально в общем готовятся к как могут я думаю это новость о воспитании государственных нашего комплекса с дальностью 1000 километров до года это это беспилотно дроны а потому что натовское вооружение пока не предполагает никаких дальних средств способных достать до Москвы с территории Украины какие-то вещи не рассказали чтобы эта реакция да это реагирование я не думаю что они поставляют это реакция на изделия нашего ВПК скорее всего слушай ну погоди а для изделий ВПК могут дать двигатель для такого беспилотника могут помочь технологии комплектующими узлами например давайте так есть же изделия правильно да изделия есть государственные испытания проходят проходит ну замечательно что же еще и свет решил что он умен и очень мем это Евгений Онегин так 293 тысячи нас смотрит 81 тысячи поставили лайки просьбы тех кто к нам присоединяется мы всего лишь там 15 небольших минут в эфире пожалуйста помогайте нам распространять эфиры но сами понимаете мы теперь нуждаемся в этом и все такое все такое ну вот смотри значит что еще существенно завтра конечно рамштайн еще раз какие-то вещи дополнительным даст основание ну информацию новую но вот как заявлено сегодня прям буквально в 26 35 минут США поддерживают Украину стремление вернуть территорию любыми средствами любыми средствами об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Синг комментирует публикации СМИ о намерении Вашингтон поддержать удары по Крыму ну как не относись понимаешь то есть контекста такой что по Крыму а где Крым там и все остальное то есть США в принципе с учетом вот этих поставок по-видимому меняет и эту позицию что вот вот только не надо пожалуйста российской вот только не надо там и так далее ну давай так формальных подтверждений этому пока нет они ничего такого не говорили ну я понимаю но когда-то значит еще некоторое время назад и Крым был под большим сомнением и как-то авторитетные лица Соединенных Штатов не позволяли себе даже таких заявлений вот сейчас уже говорят Крым отчетливо называется в качестве законной цели территории Украины вот жизнь она себя покажет главные слова прозвучали и прозвучали не так любыми средствами вернуть территорию все замечательно Крым это наша территория наша территория будем возвращать теперь это поддержанная на Западе хотя когда-то были голоса может все-таки помнишь предварительно планки Санжирыча да конечно выводим за скобки ничего не выводим возвращаем уже все как положено вообще ты знаешь вот это вот наложение точнее вы знаете дорогие друзья наложение Давоса и Рамштейна дало удивительный эффект я удивляюсь эффект настолько силен что его давно было бы следовало придумать до этого ждать пока он случайно уложится потому что количество принципиальнейших заявлений которые меняют архитектуру взгляда вообще мира на этот конфликт они просто зашкаливают в эти дни вот была встреча в Давосе где представители Пинчук собрал традиционно свою свою панель наш наш Виктор Пинчук и он там было несколько очень знаковых заявлений начиная с того что Джонсон сказал что ребята мы размышлены привыкли размышлять о европейских делах и о делах российско-украинской войны как он сказал геополитических парадигме геополитических экспертов и кремленологов сколько осталось режима Путина в России кто придет на смену и так далее он говорит большая глупость нас это отвлекает от главного от фокусирования на помощи Украине мы должны сфокусировать свое внимание на Украине а не на Путина сказал дайте Украине танки дайте Украине танки дайте Украине танки я сказал несколько раз имея ввиду понятно весь комплекс вооружений а не только танки только символически прозвучал. Но там выступил пример Нидерландов Рютте, который Батарею Патриота, канадский премьер, Листья Фриланд, украинка по происхождению. И Жон Кэри, которого, помните, до недавних времени приписывали к лагерю сторонников дела ОСП. Рассказывали, что он прямо там ла-ла-ла и ограниченные поддержки Украины. Вот Рютте сказал. Он сказал, что видит четкую параллель между Мюнхеном 1938 года и нынешней ситуации. Если агрессора не остановить, он сказал на первом этапе, он пойдет дальше. Они поняли и дали оценку политическую, публичную, что Путин не остановится. Это становится в Европе коллективным мнением на Западе. Это очень важно. Мы эти метафоры, риторики, эти сравнения начали использовать, но еще с выступления президента на Берлистском Форуме Безопасности перед самым войной. Это только на официальном уровне. До этого наши дипломатики, там как бы независимые блогеры и прочие, они говорили об этом постоянно, публицисты и так далее. Вот Европа на 11 месяце войны начала использовать тоже риторику, а это очень дорогост. Только людям, которые не знают, как устроен политический процесс, кажется, что подумаешь оценки. Действия где? Ну да. Оценки и оценки формируются очень долго. И когда они выходят в публичное пространство, это значит, пошла фаза перехода аналитики к практическим действиям. Даже не так, стратегического планирования к практическим действиям. Это касается сегодняшней резолюции Европарламента. Очень знаково. Да, про трибунал. Вот ты сразу ее и прокомментируй. Я прокомментирую, будем то Давос, то Рамштейн, то этот сам. Трибунал не просто для Путина, еще и для режима Лукашенко. Причем для самого Лукашенко и его окружения. Это вам парни передали привет за уголовное дело, за терроризм, за разрешение использовать свою территорию и так далее. Я подойду к клетке и пожму вам всем руку. Помашу ручкой, вас будут судить. Да, так вот, выступали. Сегодня очень интересная история. Мы им пожмем. Да, выступали сегодня. Ну, пожмем это я машинально, помня в голове те, кого они посадили за терроризм. Беларусь на железной дороге. Тем я пожму, а этим помашу. Так вот, выступали такие простые ребята, как глава BlackRock, глава Carly Carly, глава Golden Axe, глава General Atlantic. Это банки, которые садятся. Два ли не половина мировых активов управляют. И эти люди сказали очень важные вещи. Они сказали, первое, реконструкция Украины и восстановление – это важнейший процесс. Мы должны показать, что капитал может быть правильно использован без олигархов в капиталистической системе. Второе, они сказали, что не менее 750 миллиардов долларов понадобится. И третье, они сказали, что уже нужно создавать в ближайшее время, нужно создавать частные государственные фонды, которые будут средства на инвестиции на восстановление Украины. Как это сделала Канада? Это означает, что они всерьез рассматривают Украину как одну из будущих точек роста. Инвестиционные, в общем-то. Просто, конечно. А это же означает колоссальную вещь, потому что только у нас государство управляет бизнесом в постсоветском пространстве, а на Западе бизнес управляет государством. Стимулирует, лоббирует, подталкивает. Если эти парни сказали, что мы видим перспективу, это очень хорошо. Это значит, приедут и леопарды, и, может быть, абрамсы приедут. И вообще все приедет, все, что нужно, потому что, прежде чем устроить здесь точку роста, то здесь нужно сначала победить, а логика ясна в дальнейшем. В общем, день такой, ты знаешь, сотряс основы, недаром настолько нервная реакция в Москве. И это еще не все. Значит, у нас прибыли инспекторы МАГТ, прибыли на Ровенскую и Чернобыльскую АЭС. Напоминаю, что в пугалках про большую войну был апокалиптический сценарий, где захватывают Ровенскую АЭС, отключают Западную Украину, там, значит, пугают, шантажируют и прочее, прочее. А как вы думаете, легко это делать, или снова захватывать Чернобыльскую, с инспекторами МАГТ на борту? Намного сложнее, скажем так, потому что, как минимум, они дадут исказить информационную картинку после захвата. Понятно, что ни едиными инспекторами это все рассчитано. На то были учения, которые вышли в публичное пространство. У нас проводилась Союз безопасности Украины, другие МВД, другие подразделения ВСУ, которые работали с этими сценариями. Но прибытие инспекторов МАГТ, которые теоретически должны быть размещены на всех наших станциях, не теоретически, а запланированно, включая Запорожскую, радикально меняет ситуацию в отношении ядерной безопасности Украины и постоянных намерений России, то российского руководства, то шантажировать, то реально захватывать это место, то угрожать. Вот такая история. Замечательная, тоже очень знаковое событие. Их сегодня столько, что я не хотел бы, чтобы они затерялись. Тщательно выписывал, но теперь озвучиваю. Значит, в Лондоне с 21-22 июня состоится конференция по вопросам восстановления Украины. Она ставит предложение встречи, которая прошла в начале июля в Луган. Это все та же история. А кроме того, говорили сегодня, в том числе на Даосе и во многих других местах, о саммите НАТО в Вильнюсе в июне месяце, где прямо будет обсуждаться вопрос вступления Украины в НАТО. Это уже снова, по крайней мере, так сказали официальные лица, которые к этому причастны. Большой день, я повторюсь, не устану повторять. Огромное количество знаковых сообщений. Это вот как раз тот случай, мой любимый, когда изменения копятся постепенно, а реализуются скачкообразно. Они копились, копились. Еще неделю назад можно было высказать сомнения. Еще две недели назад было, к сожалению, отсутствие риторики, каких-то конкретных решений. И вот щелк, 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 сразу так много стало на места. Ядерная безопасность, вступление в НАТО, восстановление Украины, передача вооружений и те виды образцов военной техники, которая, в принципе, не дискутировалась или отрицалась, передача в огромных товарных количествах, заявления лидеров, прямо скажем, капиталистического мира относительно дальнейшей судьбы Украины, когда не просто восстановление, а так похоже об инвестициях говорят, как о точке роста. Это очень серьезные вещи. Ряд деклараций полностью меняют архитектуру, ну и вишенка на то, решение не про парламента, а наказание военных преступников за военную агрессию против Украины. Ну, песня. Хороший день, большой день. Да. Да, ну что же. Вот смотри, есть еще две темы, примыкающие. Мы 25 минут в эфире, которые тоже очень показательные, их обсуждают, но мне кажется, мы на них должны обратить внимание. Это, во-первых, заявление Ирана. Оно чуть раньше, мне кажется, получало, что он не признает вхождение в состав России Крыма и четырех новых регионов, несмотря на отличные, как они говорят, отношения с Москвой, заявил в эфире ТРТ Глава МИД Ирана Хусейн Амир Абдулхиан. Да, значит, соответственно, дальше Вучич, который присутствует на форуме, значит, заявил о том, что также признает территориальную целостность Украины, не признает, значит, российского статуса Крыма, ну и, соответственно, областей, и вообще всегда эту территориальную целостность поддерживали. Причем это вот параллельно прозвучало, выясняется, что, собственно говоря, ну, понятно, что это не просто так, что каждый преследует свои цели, Иран пытается, видимо, избежать бомбардировок и как-то отыгрывает уже. Вучич, понятно, что Сербия все-таки ведет тяжелейшие переговоры о вступлении в ЕС и не откажется ни в какую в пользу Москвы от этой цели. Вот, естественно, ей нужно продемонстрировать в том числе и лояльность западному эстаблишменту в том, чтобы от этих планов их в этих планах им не отказывали и так далее. Но в целом, понимаешь, это происходит именно сейчас. А значит, они чувствуют, что Москва проигрывает, что не надо держаться за проженцем. Нет, нет. Ну, давай оцени сам. Они не чувствуют, что Москва проигрывает. Они констатируют, что Москва. Хорошо, они констатируют. Потому что это понятно, что... Ну, от чумного плотика всегда лучше оттолкнуться. Да, да. Потому что, когда Сербия заявляет, которая так или иначе не видит себя, кроме ЕС, там понятно, куда дрифлют ее политика. Но когда это заявляет, это равно. Ну, по своим мотивам, но тоже. Тоже. Тем не менее. Вот это одно уж спину. Итаган спину по полной. А что-то остается. Это не вишенки на торте. Что делают? Что можно еще дальше вишенки на торте придумать? Нет, ну, в Китае еще скажут, что... Это же по пудре или сахарной пудре. Так Блинкен же едет в Китай, насколько я помню. Да, да. Едет, едет. Ну, вот, глядишь, что-нибудь придумают. Визиты госсекретарей США в Китай. Ничего хорошего в Советскому Союзу России не дали. Скажем так. Поэтому, по опыту. Поэтому... Кейсон же, он съездил сколько? 40 лет назад. Вот, да. Известная поездка в Мясниксону потом. 47. В 75-м году они, в год моего рождения. Не, в 79-м. 4, 43 года. Не, не, пораньше они ездили. Пораньше там у них был. А может быть, ну, суть неважно. Как это... Это из разряда вечерника. Не, ну, они застали еще Мау, поэтому... Голова не энциклопедия, да, да. Так вот, что я хотел сказать. Что... Ну, становится все меньше союзников, да? Это попудрили, да. Это уже припудрили сверху со стороны. И саму вешенку. Нет, союзники есть. Но они занимают... Например, та же Индия. Вернее, не Индия. Индия, Китай, Иран. Индия, я бы не сказал союзникам. И союзник только Беларусь. Больше никого. Да. Четкий союзник только Беларусь. Беларусь. Да, партнерами можно назвать Китай и Иран. Но на Иран же же такие надежды возлагались. И тут такой удар в спину. Их уже списали. Их уже списали. Все очень трезво оценивают. Вот я скажу непопулярную мысль на фоне российского, прости господи, Ипсо, которым зашугивают Украину просто в смерть. Заметьте, впервые Запад не говорит о кошмарном российском наступлении. Прессии этого нет. Они уже поняли всему этому цену и даже не хотят позволиться повторять все вещи. Украина еще нагнетается. Но подается это как решающая тяжелейшая битва, которая будет идти чуть ли не до лета. Я в этом отношении оптимист. Скептик по отношению к российским возможностям и оптимист по отношению к этой всей битве. Мне кажется, что усилия по одновременному наступлению и призыву новых, я на случай, я попытаюсь их подготовить, эту штангу Российская Федерация уже не поднимет. Это будет долго, это займет несколько месяцев. Но мне кажется, что уже в Кремле верные оценки дали. В Кремле или около кремлевской специалисты, аналитики, прежде всего армейские, они понимают, что задачи, которые ставит Путин, на бумаге можно написать все что угодно, но на практике они не решили. А это означает, что вот это наступление когда-то сдуется, оно сдуется, а рано или поздно понятно, что оно мне будет легко, бои будут тяжелые, кровавые, поэтому столько техники, столько поддержки. Но они могут даже куда-то продвинуться на тактическом уровне, могут что-то взять, вполне возможно, потому что 300 тысяч это 300 тысяч, которые уже есть, а может еще в бою идут. Но это будет лебединая песня. Ну, это однозначно. А потом надо как минимум взять 300 таких же вооруженных тысяч откуда-то, чтобы попытаться повторить еще что-нибудь. Насколько ты веришь в способность породить российских? А сейчас только один раз. Породить эти 300 тысяч еще. Ну, вот один раз у них осталось. Я уверен, что они будут пытаться. Нет, понимаешь, нельзя повторить это, если ты проиграешь. Если вот этот один раз будет неудачным, то тогда откуда брать и моральный резерв? Ну, ты уже обосрался. Что дальше? Силой пригонят, сделают Корею и так далее. Непонятно, чем вооружать и где брать технику и все остальное. Поэтому они будут пытаться это делать. У них сейчас две главные стратегические мысли борются. Сначала накопим хотя бы еще 100, потом эти кинем бой. Или сразу кидаем бой, а параллельно копим. И трезвые голоса там кричат, боже упаси, давайте сначала накопим. И когда начнем тратить эти 200, когда на следующие 200 есть. На что им резонно говорят, так Украина что же копит? И западно брожение идет, давайте сейчас. В общем, это в шахматах, это называется сусланом, куда не кинет твой ход, усиливает твое, любой ход ухудшает твое положение. Они дошли до этой истории, и трезвые российские специалисты, они очень хорошо это все понимают. Проигрыш будет неминуем, даже если он технически будет выглядеть как некие тактические успехи, проигрыш практически неминуем. А дальше все. Дальше российское руководство соберется. И скажет, Путин скажет, ну докладывайте, что мы можем. Он скажет, ну ничего уже не можем. И вот тогда прозвучит страшная вещь. Страшная. В Кремле однажды на совещании прозвучит страшная вещь. Он сначала будет в куларах шептаться, где-то еще пятое, десятое. У конфликта, они так скажут, нет военного решения. Нет военного решения, да. Это будет политическая оценка, которая раздается в Кремле, и это будет начало видимого и ясного конца путинского режима. Все. Ну вот смотри, мы уже 32 минуты в эфире, нас почти 360 тысяч смотрят. Я бы все-таки хотел, чтобы мы один только участок на фронте обсудили, потому что какие-то новости идут. Один участок, давайте мы карту откроем. Это, естественно, Толидар, Бахмут. Нет, там еще есть участок, который... Ну давай, да, вот мы сейчас открыли карту. Ну скажи, что, открытие по всей проекте. Ну, во-первых, началось определенное движение на тактическом уровне на направлении Орехово. Это запорожское направление. Да, да, но об этом пишутся. По моей оценке, это их главная задача отодвинуть подальше нашу артиллерию, чтобы оно не доставало до железной дороги, которой Волноваха, условно Мелитополь, Токмак, вот так вот туда идет. Общее направление дают. Потому что мы достаем, мы приносим болезненный удар и режем логистику. Ну и по складам и так далее. Задача никакая, она не наступательная. Ни о каком взятии запорожья, камышевахи, там и прочего не идет и близко. Они не способны это сделать. Это попытка немного сдвинуть артиллерию. Отодвинуть что-то. На несколько километров, чтобы перестало доставать. Это и главная задача. Что касается Бахмута-Солидара, там, как и Авдеевка-Маренко, тяжелые бои. Это по-прежнему остается направлением главного удара противника. Сегодня доложили, что взяли Клещеевку противника. Генштаб наш опроверг сказал, что там идут бои по-прежнему. Они на дорогу, как мы видим, которая соединяет Бахмут с Константиновым. Задача перерезать. Ровно то же самое, что делали в комнате с Солидаром. Не с Солидаром, вернее, а с Лисичанским и Северодонецком прорвали дорогу и так далее. Там действительно тяжелые бои, сложные бои. Они медленно, но продвигаются на отдельных участках. Мы их отбрасываем контратаками. В общем, такая чересполосница. В Бахмуте очень тяжелые бои. Наша пехота там стоит насмерть. Как и везде. И осоргается у нас весьма боеспособными российскими частями. Они стянули тут все. Там и спецназ российский, и десантники российские, и ЧВК российский. Причем профессиональная его часть. Не ЗК, а профессиональная. Очень, кстати, увеличилось количество пленных начали брать. Замелькали примерно один, два, три. И как раз под Солидаром. Напоминаю, я латыниный говорил. У тебя не говорил, Юлия. Повторю здесь, что на самом деле Солидар – это только один из узлов большого района обороны. И взятие… То же самое, что было с ДАПом, годовщину, которую мы не дали в начале 16-го числа. Это когда они взяли ДАП, и ничего не произошло, потому что с районом обороны, с устойчивостью обороны, потому что опытная Спартак благодатная пески, они остались тем же районом обороны, который составил из пяти крупных узлов. Ну, четыре осталось, один взяли. То же самое Солидаром. И вот там сейчас идут бои, и оттуда очень много начали показывать пленных. А что такое пленные? Это значит ближние бои и неудачные бои для противника. Там нелегко. Там крайне тяжелые бои, погодными условиями усугубляемые. То, что направление главного удара, воевательное направление главного удара в обороне удовольствия сильное ниже среднего. Но, тем не менее, задача поставлена президентом. Задача, он публично это заявил, что мы держим защитникам быту правильную и соответствующую помощь. Мы будем смотреть, смотрим, как она решается. Естественно, будем упоминать это каждый наш выход в эфир. Вот еще один участок. Сегодня в силах специальных операций наши опубликовали ролик, который на подступах к Кременной, как там было обозначено. Бои в лесу, спецназовцы в ближнем бою идут. Такой ближний пехотный бой, когда на вскидку все бах-бах работает и так далее. Но, наверное, не просто так опубликовали. Они как-то, я так понимаю, намекают на интересные события в районе Кременной. Напоминаю, что российское руководство по поводу большого... Действительно, я говорил это и могу повторить, что некоторым образом они усилились на тактическом уровне. Усиление это порядка 4-6 батальонных тактических групп. Созданы группировки на такого рода, на вот как раз лиманском направлении вот этот выступ. На, понятно, пополнение идет постоянно Солидар-Бахмут. Идет южнее Бахмута примерно то же самое. Такое же на Токмаковском, Токмак-Орехово и такое же вот в районе Абдиевки. Идет пополнение, идет перегруппировка, идут войска из Крыма. Но это не те тысячи и не десятки тысяч, которые мы ожидали. Это пополнение в составе одного-двух батальона, перебрасывается рот и так далее. В каком-то смысле можно сказать, что они тактически перегруппировались на определенных направлениях, которые мы только что назвали, ведут действия на улучшение тактической ситуации. Это не наступление. Хотя артиллерию стали использовать чаще. Не то, чтобы там вал огневой и шквал, но чаще, чем было до этого. То есть, они щупают, они ищут возможности, слабые линии, они потихоньку пополняются, конфигурируются. То есть, они готовят это самое наступление, но это не быстро и не сегодня. Ну, это вроде бы по карте все. Вот смотри, еще вот в этом контексте вопрос. Это все-таки касается Беларуси. Может быть, какое-то есть изменение? Сегодня Шойгу опять с этим Хрениным разговаривал. Это российские паблики сообщили. Там идут учения. Там идут учения. Авиационные учения. Украина погрузилась в... Потому что МиГ-31 взлетали. У нас объявляется профилактическая воздушная тревога. На все это время, да. Значительной фазой этих учений, значительной частью этих учений является совместное действие авиации и по обеих сторон. Поэтому такие тревоги могут быть чаще. Но ни создание ударной группировки, ни серьезной угрозы, это не означает мучения. Мы на них соответственно реагируем, потому что межвидовая группировка войск противника, какой бы малой она ни была, она все равно есть. Она действует, возможно провокация, поэтому наша на чеку. А мы гражданские, мы правильно понимаем, что там происходит. Угроза серьезная, серьезная угроза, подчеркиваю. Отдельная провокация возможная. Напоминаю, что в море 11 кораблей-носителей калибров, общее количество толпы, возможно 40 штук или чуть более. Поэтому игнорировать воздушную тревогу не следует, неважно по каким причинам она объявляется. Не, ну само собой, конечно. Почти 37 тысяч нас смотрят, больше 120 тысяч поставили лайки, и мы уже, ну, близко к концу. Мы уже 38-39 минуты в эфире. Вот на чем я еще хотел обсудить. Давайте по обстрелам сегодня обстреляли Херсон, опять попали в жилую, ночью обстреливали вчера, обстреливали. Ну, те же наши города, которые каждый день обстреливаются, поэтому, да, когда будут уточнены цифры, я завтра, ну, к следующему, к субботе посмотрю. Ну, конечно, у нас накопится и предыдущие... Я к тому, что мы помним всегда про обстрелы, даже с вами всегда говорим. Об этом мы тоже сейчас в конце скажем. Значит, отчувствую, что я хотел отдельно обсудить, вдогонку всем нашим предыдущим обсуждениям. Вчера эта информация появилась, она некоторое продолжение имеет. Это касается Пригожина. Вот смотрите, показываем вам документ. Это пресс-служба Пригожина в их телеграм-канале опубликовала у меня в Фегин Лайв в телеграм-канале. Вы можете это все посмотреть, прочитать. Значит, смысл того, что вам публиковано, если финализировать, они... Он, значит, выступает за отключение Ютуба в России. Но что самое удивительное, здесь для нас имеет значение следующее. Они все равно Ютуб отключатся беспригожно, просто для этого нужно время. Тут выскакивает, штанов не выскакивает. Для Пригожина это все болезнь. Он упоминает мою фамилию. Вот он говорит о том, что прислуживает уже там его прямые цитаты идут. Потом даже прямая цитата закалоченная идет. Он упоминает Ютуб Камп. По этой причине они, говоря о сотрудниках администрации президента, по этой причине, они противостоят тому, чтобы Ютуб отключили вот эти сотрудники администрации президента. Потому что им очень важно слушать и рассказывать у украинских лидеров, ну, понятно, имеется в виду сегмента Ютуба, таких как Фейгин, Гордон и так далее. Поэтому Ютуб они всячески пытаются хранить. Но самое главное здесь, он ссылается на то, что именно это смотрят. То есть они вынуждены реагировать, уже признавать, что да, они, конечно, и безусловно смотрят. Там очередной наезд. Сегодня он наехал, там, сотрудник администрации доверенных лиц. То есть он уже ссорится с администрацией президента, что несколько, ну, как бы, свидетельство об увеличении количества его врагов. Но то, что эти ипсо прокатываются по Ютубу, и что Ютуб для них имеет ключевое значение, он там говорит, надо его запрещать, а вот блокировать те, кто его просматривает, говорит, в своем заявлении при службе, надо сажать. Но он там другое слово, преследует, те, кто будет Ютуб просматривать. То есть наши программы просматривать, за это сажать. Ну, понятно, что Пригожин на опережение играет, да? Но ты заметь, как все напряглось по поводу информационных всех этих вещей, Ютуба и всего остального. Ты заметь, как это концентрировано. Жрата Рубилова идет по поводу информации. Еще бы. Значит, только у нас с тобой 241 уже эфир военный. Да. А я тут прикинул, сколько я на эфире. Давай. Только на моем канале с 24 февраля по 16 января 551 видео. Это четвертая или пятая часть от всех моих включений, если не десятая. Далеко не все ставится, понятное дело, все эти комментарии. Но посмотри внимательно. Только у меня на Ютубе, только у меня. У меня же меньше, чем у тебя. Основные просмотры у тебя идут. Да, конечно. Это 267 миллионов. 267 миллионов уникальных ключей. Просмотр, длительность просмотра в часах 61,5. 61,5 миллионов просмотров. Это в 1,8 раз превышает все население России, в 6 раз население Украины. Можете только посчитать, сколько марка дает просмотр. Да, сейчас я вам скажу. Сейчас попадете со стола. У тебя тоже есть. Конечно, я вам прям зачитываю из своего канала. Вообще всего у меня просмотров 688 миллионов почти. 700 миллионов просмотров, из которых за эту войну, за эти там скоро 11 месяцев, но это по меньшей мере, наверное, ну процентов 60-65, может даже 70. То есть, грубо говоря, вот эфиры с Арестовичем посмотрел. Ну, допустим, 500-550 миллионов. Ну, вот так скажем. Вы понимаете, какое это количество, учитывая сопоставимую? Это машина, которая мелет все вообще. И то, что они об этом заговорили, они же признали не сам факт смотрения. Старая площадь, кто не знает, это комплекс. Бывший комплекс административных зданий ЦК КПСС. Конечно. А теперь администрация президента Российской Федерации. Это машина, которая мелет все. Так вот, пользуясь случаем, как это, два рулевых этой машины, по крайней мере, один из них в красном свитере хочет передать вам привет. Дорогие друзья, вас там обижают. Вас поджимают со всех сторон. На вас дает начальство, вам угрожают пригожим и так далее, и так далее. Но мы своим зрителям передаем самый лучший, самый пламенный привет. Занимайтесь тихим саботажем, занимайтесь итальянской завостройкой. Да, да, да. Полченое стекло к вас, конечно. Это лучшее, что вы можете сделать на данном этапе, потому что многие из вас патриоты своей Родины. И это правильно, это справедливо. Многие из вас шокированы тем, что нынешнее руководство этой Родины вытворяет. Многие шокированы тем, что растет, как бледные поганки на трупах ваших соотечественников. И если человек не может открыто сопротивляться словом, оружием, он должен сопротивляться тайно. Если не может тайно сопротивляться, то хотя бы не соглашайтесь. Этого часто достаточно. Внутренне не соглашайтесь. И на то наша передача, наша работа в информационно-психологическом поле вам в помощь. Спасибо за ваше внимание. Да, ну я только от себя добавлю, поскольку напряжение растет, хоть они его отрицают уже публично. Песков там уже говорил, что нет напряжения между Генштабом и ЧВК Вагна. На самом деле оно есть. Давайте, будет хорошо, если Пригожина убьет Герасимов. Герасимов убьет Пригожина. Значит, администрация президента войдет в Крым, сама перебьет Путина, повесит всех остальных. Оставьте нам хоть немножко, чтобы нам что-то осталось на этом пепелище. Деритесь друг с другом, убивайте друг друга. Чем больше вы друг друга убьете, мы просто как бы будем счастливы от этого, чтобы ни одного из вас не осталось. И вы всю эту работу, которую должны другие, вы, может быть, сами всю и произведете. Это лучшее, что мы можем вам ответить на ваши все ИПСО. Ну что же, последняя информация, буквально короткая. Мы сейчас покажем финал нашей работы, промежуточный, естественно. Вот перед вами платежные документы, они все опубликованы. Не все, у меня еще где-то лежит 5 штук их. Собрать просто тяжело, это платеж, которые мы переводили. Деньги, это пока 11 сейчас тысяч евро. Общая сумма, значит, все просто не влазит. Дальше можем показать, мы все выложим в телеграм-канале Фейгин Ньюс. Фейгин Лайв, значит, другие платежки, чтобы все можно посмотреть. Значит, последнее, то есть это все на дне проушло, на пострадавших в доме, в который попала российская ракета, значит, стали убить граждан и так далее. Значит, что я хочу сказать, много обращений, что через нас можно ли передавать деньги и так далее. Значит, еще раз хочу подчеркнуть, мы не собираем непосредственно деньги. Ни в коем случае ни одной копейки мы не собираем. То, что благотворительный проект делает, он просто продает мерч и средства, которые получаются, за то, что вы покупаете там займайки, кружки, фартуки, тогда идут вот пострадавшим. За это время мы, как только начали мерч, мы уже там приближаясь, по-моему, тысячам к 60 долларов, наверное, евро распределенных денег. На самом деле это не единственные деньги, естественно, просто вот мы концентрированно решили отдать их на Днепр, на Азов. Стали такие же были на тех, кто из плена приехал, кому можно было передать. И много кому еще. Детям, которые лишились конечностей, вы знаете, мы передавали средства. Мы как бы продолжаем, но мы постараемся, те, кто все-таки хотят, какие-то средства перечислить, напрямую мы покажем, кому перечислять. Мы соберем дополнительную информацию и, минуя нас, мы предложим, пожалуйста, если считаете, вот мы считаем, вот сюда можно деньги отправить. То есть мы все-таки деньги никакие не собираем и нам, естественно, мы не планируем собирать. Если мы займемся благотворительностью, мы не сможем заниматься эфирами. Здесь прямая корреляция, то есть либо это, либо это. Чем-то одним надо заниматься профессионами. Все, что мы можем себе позволить, это вот определять цели наших благотворительного проекта. И там тоже они фактически, минуя нас, уходят на пострадавших, на тех, кто в результате войны, кто-то погиб, кто-то потерял близких, кто-то потерял квартиру, ну и так далее, и так далее. Так что это важное пояснение, еще раз мы к нему обращаемся. Ну что же, в принципе, повестка исчерпана, я думаю, в субботу нас будет. Да, в субботу будут результаты Рамштайна, результаты финальной ДАОСа, много чего интересного. Я подозреваю, и субботний эфир должен быть, ну, чтобы не сглазить. Весьма, 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 весьма. Так что до субботы всем спасибо Алексею, спасибо всем зрителям. Не пропускайте наших эфиров. В субботу с Алексеем вместе еще раз обо всем поговорим, все обсудим. Всем пока.